Привет, это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши регулярные выпуски рубрики «Камчатка день за днём». В этой рубрике я рассказываю о том, как жил наш полуостров в различные годы века минувшего, и рассказываю на основании материалов и документов, а также газетных публикаций советского периода, в основном советского периода. И Боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет! Да ведь других нет! Вот никаких и не читайте! Сегодня мы узнаем, что творилось на Камчатке в первой половине декабря века минувшего. Выпуск будет достаточно длинным, потому что надо как-то наверстывать. Первый день декабря. Камчатская правда. 1939 год. Журналист и сочинитель стишков Василий Акшинской публикует свой стишок «Мироныч», посвященный Сергею Кострикову, он же известен по кличке Киров, большевистскому бандиту, пристреленному в Кремле пятью годами раньше, себе подобными большевистскими бандитами. Послушайте этот нелепый стишок. Не полностью, частично. Склонились увитые крепом знамена. Траурный марш, и каждый головою паник. Вечная память тебе, Мироныч, твердокаменный большевик. Киров, кипучий и неспокойный, Встает перед нами, такой же, как был всегда. Скромный, простой и бесстрашный воин, Мастер победы, борьбы, труда. Вот он в кожанке, загорелой, Веселой и стройной, и наган у него на боку. Бьет у Каспия полчища белых, Моряков через горы ведет к боку. У костра чеченцы, ингуши Делят вечером с ним свой короткий досуг. Он их сдружил, он самый лучший, Самый надежный и близкий друг Киров. У дальнобойных орудий, у станков, На колхозных полях, у дом трудятся к бою готовые люди, Готовые к схваткам с любым врагом. И так далее. Глупая советская графомания. Но надо заметить, что Акшинской впоследствии стал не самым плохим журналистом, В качестве военного корреспондента участвовал в курильском десанте, Но вот поэт из него – дрянной. День следующий. Нет, этот же день. Первый день декабря. Год 1963. Выходящая до сих пор на острове Беринга газета «Аллиутская звезда» Публикует заметку с названием «Пушнину только высокого качества». Сейчас, пишет газета, у звероводов и рабочих пушной базы командорского зверокомбината Самая горячая пора. Идет забой голубых песцов и обработка их шкурок. Это значит подводятся итоги работы звероводов за текущий год. Кстати, с полными текстами газетных публикаций и документов, которые я использую в рубрике «Камчатка день за днем», можно познакомиться, пройдя по ссылке в описании под роликом на мой канал сервиса «Яндекс.Дзен». Канал также называется, как и этот канал на ютубе «Камчатка с Александром Петровым». Все бегом по ссылке, читать полные тексты. А мы продолжаем. Второй день декабря, 1935 год. Главная газета «Полуострова», «Камчатская правда» пишет. Пушной промысел начался. Охотник Перцатин из Вилюйского колхоза убил уже семь лисиц. Несмотря на то, что охота на лисицу открылась только 15 ноября. Стоимость, сданной Перцатиным пушнины, составляет около 800 рублей. Свой годовой план этот передовой охотник выполнил уже на 85%. Успех Перцатина объясняется тем, что он достаточно умело применял подкормку лисиц. Продолжаем наше чтение. 3 декабря 1941 года. Та же самая газета «Камчатская правда». Секретарь Пенжинского райкома ВКПБ Емельянов пишет в своей статье, переданной по радио из Каменского, что доклад товарища Сталина, снова тьфу, вызвал новый подъем энтузиазма среди трудящихся Перцатинского района. Оленеводы, охотники стараются всеми силами помочь фронту. Обсуждая мудрый доклад вождя, колхозники ламуты из колхоза «Новый путь» постановили выделить из общественного стада 10 оленей для Красной армии. На этом же собрании комсомолка Мария Долган заявила, что она сдаёт для Красной армии двух оленей. Двух оленей сдал также комсомолец Егор Долган. 17 колхозников выделили 23 оленя из своего личного хозяйства для Красной армии. День следующий, 4 декабря, 1920 год. Газета «Известия» публикует объявление Камчатского областного комитета. Этот самый комитет доводит до всеобщего сведения, что все желающие производить рубку дров обязываются выбрать соответствующее разрешение с уплатой попенного сбора в районе земель, принадлежащих государству областного комитета, в районе земель, принадлежащих городу Петропавловска, от городской управы. Все разрешения, полученные на рубку дров от властных комитетов, будут считаться недействительными, хотя бы властям и были уплачены попенные сборы. То есть люди заплатили деньги властям за право заготавливать дрова. Теперь большевистский комитет отбирает у них это право и требует по новой получать разрешение, платя за это деньги еще раз. Наша машина времени продолжает свой путь по годам и дням века минувшего. Опять 4 декабря, но уже год 1938. Газета «Камчатская правда» призывает смелей и настойчивей разрабатывать местные сырьевые ресурсы. Вот что пишет газета. «Для строительства, которое ведется на Камчатке, завозится масса строительных материалов. Лес, железо, цемент, кирпич, гвозди и прочее. Доставка всего этого сопряжена с большими трудностями и денежными затратами. На Камчатке в строительстве большую роль играет стеновой материал – лес. Потребность в нем с каждым годом возрастает. Сейчас она дошла до таких размеров, пишет газета, что если рассчитывать исключительно на привозной лес, значит заранее срывать строительные планы. Поэтому необходимо усилить местные лесозаготовки. Использование местных строительных материалов – возможности для этого, пишет газета, есть. Береза, ветла и тополь, годные к строительству, произрастают на Камчатке повсеместно. В долине реки Камчатки расположены огромные лесные массивы. В Жупаново, Озерной и других районах имеются неисчерпаемые запасы пемзы, добыча и обработка которой очень простая. Ее пилят обыкновенными ручными пилами, приготовляя хороший и дешевый стеновой материал. И опять четвертый день декабря, но уже год 1955-й. Газета «Камчатский моряк» публикует стихотворение Ивана Хрюкина «Плоды народного труда». Зима свой белый полушалок набросила на берега, В седом заливе зашуршала и зашушукала шуга. Ее сегодня потеснили суда, пришедшая сюда, что привезли на край земли продукты мирного труда. Грузинский чай, московский сахар и украинскую муку, портальный кран ответным махом несет дары материку. Несет в добротных бочках рыбу, чтобы от Камчатки вдалеке благодарить и нас могли бы в любом советском уголке. Красиво, эстетично. День следующий. 5 декабря 1958 года. Опять газета «Аллиутская звезда», до сих пор выходящая на командорах. В статье «Право на отдых» газета пишет, что прошло почти 18 лет с того времени, когда первый «Аллиут» промысловик Степан Лаврентьевич Голодов поехал на курорт. Степан Лаврентьевич отдыхал и лечился в Новом Афоне, одном из лучших курортов Кавказа. С тех пор немало жителей островов побывали на курортах, в санаториях и домах отдыха нашей страны. Как отдыхают и где отдыхают «Аллиуты»? Об этом написано дальше. И вы можете сами узнать об этом, напоминаю, пройдя по ссылке в описании на мой канал сервиса «Яндекс.Дзен». Шестой день декабря, 1936 год. Камчатская правда. Пианист радиокомитета Давид Лернер, кстати, тот самый Лернер, который в свое время привез на Камчатку первый рояль из Москвы, пишет «Доклад товарища Сталина Тьфу на тебя!» заставил работать над собой. Для меня, как исконного городского жителя, были совершенно новые ощущения жизни окраины в ночь, когда транслировался доклад товарища Сталина. Уезжая из Москвы, я никак не думал, что так скоро смогу непосредственно услышать его речь. В 1934 году, пишет Давид Лернер, «Я демобилизовался из рядов РККА и в последние два года несколько политически отстал. Доклад товарища Сталина вызвал во мне стремление ликвидировать это отставание, вновь расширить свой политический кругозор, увязать с жизнью страны свою исполнительскую работу на таком ответственном участке, как радиовещание на самой далекой окраине нашей Родины, Камчатке. Традиционное нацменское советское лизоблюдство». А мы продолжаем наше чтение. 7 декабря 1948 года главная газета полуострова «Камчатская правда» опубликовала маленькую заметку «Кружок домашних хозяек», переданную по телефону из Милькова. При клубе села Милькова работает кружок рукоделия, руководит которым домохозяйка товарищ Артюхула. Все 14 членов кружка регулярно посещают занятия, стремятся побыстрее, научиться рукоделию. При клубе работают также драматической и физкультурной кружки «Шахматная секция». День следующий. 8 декабря, год 1968, газета «За высокие уловы», сейчас называющаяся «Рыбаком Камчатки». Директор дома культуры рыбаков Вайль пишет, что концерты в море, на местах лоба большая радость и для рыбаков и для артистов, выступающих на переднем крае борьбы за выполнение плана добычи. Поэтому так радушно принимали труженики моря своих гостей. И с таким подъемом выступали певцы и музыканты во время своих гастролей в охотоморской экспедиции. 38 концертов дал эстрадный молодежный ансамбль управления тралового и рефрижеранного флота «Маяк» за один месяц. Ансамбль побывал на плавбазах «Ламут», «Советская Камчатка», «Арачон», «Эскимос», на многих «СРТ». День следующий. 9-й день декабря. 73-й год. Газета «Камчатская правда» пишет, что в Сергеевской партии Камчатского геологоуправления выполнен первый зимний рейс для перевозки грузов, необходимых для разведчиков в недр. В труднейших условиях полного бездорожья проложена трасса длиной в 250 километров от поселка Первореченска до базы партии. 13 суток осуществляли пробивку ее трактористы. За мужество им объявлена благодарность. 10-й день декабря. Год 1940. «Камчатская правда» пишет, что в Корягском национальном округе усилила стяга кочевников к оседанию. В Тигильском и Карагинском районах для строительства домиков заготовлено более 780 кубометров леса. В Седанкинском и Белоголовском колхозах 600 кубометров. Продолжаем наши чтения. 11 декабря 1958 года. Снова командоры. Снова газета «Алиуртская звезда». Газета пишет, что Рабочком, то есть Рабочий комитет, командорского зверокомбината выделил 1000 рублей районному комитету физкультуры и спорта для приобретения спортинвентаря. На эти же нужды райком профсоюза госучреждений выделил 600 рублей. Но это не точно. 12 день декабря 1938 год. Снова главная газета полуострова «Камчатская правда». Эта газета сообщает нам, что 4 декабря закончился первый городской межведомственный турнир по бильярду, проходивший в городе Петропавловске в клубе госторговой. В розыгрыше принимали участие добровольные спортивные общества «Прибой», «Буревестник», «Молния», «ДВС», «Динамо» и «Пограничники». Первое место заняла команда «Прибой», второе «Буревестник» и третье место команда «ДВС». В этом же номере газеты пишется, что в центре Алюторского района Тиличиках открылся прекрасный новый магазин «Универмаг», имеющий 6 торговых отделов. По своей отделке и оборудованию он является одним из лучших магазинов на Камчатке. Прибывший с пароходом снабжения с груз был передан для нового магазина. Кроме того, недавно в Тиличиках открыта парикмахерская, в которой работают опытные мастера. День следующий. 13 декабря 1942 года. Газета «Камчатская правда» спрашивает. Мы готовы встать на лыжи? Вот что, пишет газета, в Мильковском районе имеется только 100 пар лыж, но изготовлять на месте их никто не собирается. В Большерецком районе промкомбинат не может освоить производство лыж, а в Микоеновском рыбокомбинате, где имеются оборудованные мастерские, профсоюзные комсомольские организации сидят и в ожидании привозных лыж. До сих пор не организовано у нас изготовление лыжных палок и креплений. На 15 тысяч пар лыж имеется не более 2,5 тысяч пар палок и 500 пар креплений. Газета призывает производить лыжи, палки и крепления на полуострове своими силами. Очень трудно, конечно, совместить все это. 14 декабря 1966 года. Газета «Корягский коммунист», до этого называвшаяся корягским большевиком, а сейчас носящая нелепое название «Норда власти» и до сих пор выходящая в палане, пишет об утреннике, посвященном Камчатке. Зал окружного Дома культуры был переполнен. Здесь проводился утренник «Камчатка» в песне, поэзии, танце, посвященной 36-летию Корягского округа. Школьники читали стихи о Камчатке. В исполнении детской вокальной группы звучали песни. С большим интересом смотрели юные зрители первое действие корягского балета «Мэнго», поставленного Александром Гилем. О прошлом народности из Севера, об их совобытном искусстве рассказал директор окружного Дома народного творчества Владимир Косыгин. Это точно. 15 день декабря 1923 год. Газета «Полярная звезда» пишет о детском саде. О первом детском саде, который месяцем раньше открылся в Петропавловске. В здании детского сада состоялось собрание родителей и детей, пишет «Полярная звезда», посещающих детский сад. На собрании присутствовало около 60 родителей. Собрание прошло весьма оживленно. Нельзя не отметить живейшего интереса, с каким родители отнеслись к судьбе сада. Новый метод занятий с детьми, проводимый в детском саду и заключающийся в развитии в детях осознания каждого шага работы в отрасли, в области их самовоспитания, сотрудничества и отрешения старых методов стеснения детской свободы творчества, был родителями вполне одобрен. Иншаллах! Ну и последний материал, с которым мы сегодня познакомимся, это статья из «Камчатской правды», опубликованная 16 декабря 1953 года. Эта статья называется «Беседы о 300-летии воссоединения Украины с Россией». Коммунисты Рыбного порта ведут большую разъяснительную работу в связи с приближающимся 300-летием воссоединения Украины с Россией. Агитаторы проводят в цехах и на буксирных катерах, беседая об этом знаменательном событии. Рассказывают о нерушимой вечной дружбе украинского народа с русским и другими народами великой советской страны. «Рад я, что дожил до этого времени!» Но мы уже знаем о том, как великий украинский народ дружит с русским народом. Все знают, что произошло 2 мая 2014 года в Одессе, когда русских, за то, что они русские, жгли заживо. Все знают о призывах москаляку на геляку. Так что же делить русским с окраинцами? Дружбы больше нет. Может быть, пора выслать окраинцев из России к себе. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени, узнавать о том, что происходило на Камчатке в разные годы века минувшего. А если вы Абрамы, родства не помнящие, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Если вы здесь впервые, то для того, чтобы не пропускать новые ролики на канале, пожалуйста, выполните рекомендации, которые появились на подсказке в правом нижнем углу кадра. Выполнили. Молодцы. До свидания.